Приветствую вас! И для начала было бы неплохо знать, сколько вам лет. Именно вам лет. И для начала было бы неплохо знать, в каких вы отношениях состоите со своими родителями. Это первое. Потому что от того, сколько вам лет, зависит то, как минимум вам будет дать рекомендации. Далее. Стрелом хотел сказать. Чтобы у человека была мотивация что-либо делать, нужен смысл. Нужен смысл этого. Если смысла нет, то объективной мотивации взяться неоткуда тоже. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша дочь, ой, ваша сетра, простите, училась, если вы хотите, чтобы у нее была мотивация, был стимул к учебе и образованию, то стоит подумать о том, как она могла бы использовать свое образование для, скажем так, своих целей. Как она могла бы использовать образование для того, чтобы достичь того, что ей нужно, того, чего она хочет. Вот это и является самым главным моментом здесь. То есть, не то, что образование как саму цель, а именно образование как использование, как средство для достижения тех, тех целей, которые, ну вот, ей важны, интересны и так далее. Это то, что вам нужно сделать. То есть, иными словами. Важно, чтобы вы не говорили ей о том, что нужно учиться, там, для чего-то. Потому что это как раз таки и порастает комплексы у нее. А нужно понять, что ее интересует, что ей нравится, что вызывает у нее интерес, живой по возможности интерес. Потому что, ну, именно, живой интерес обуславливается какой-то развитие. И вот показать ей, что через образование, через обучение можно хорошо реализовать то, что ей нравится, то, что ей интересно. Только так и никак иначе. Далее. Следующее, что я хочу вам сказать, состоит из того, что вы говорите вот ей, что говорите стыдно, там, чего-то не знать. Но, по факту, вы прививаете ей тот же самый комплекс, о котором вы говорите в контексте отца. То есть, как отец говорит ей какие-то вещи, ну, негативные вещи и так далее, да, это не столь важно. Так и вы говорите по сути ей тоже довольно негативные вещи, но только, может быть, немножко другими словами, но суть от этого не меняется. Поэтому, если вы не хотите раздать у человека новых комплексов, то переставайте говорить ей такие вещи, как стыдно чего-то не знать. Я вам скажу больше, что не в том дело, что стыдно чего-то не знать, а в том дело, что, как бы, нету стыда в том, что человек чего-то не знает. Ну, не чтобы он знал то, что ему интересно, то, что он может реально использовать. И то, что она, девочка, как я понимаю, хоть-хоть уходит в музыкальную школу, это означает, что у нее вот такой интерес, и в этом нет ничего плохого, а наоборот, очень даже хорошо. То есть вот этот момент, в этот момент восприятие, я бы сказал, образование как такового, вам тоже нужно в себе в первую очередь менять. И знание, это не как что-то мертвое, такое, знаете, вот как такое, что просто нужно для галочки. Знание, это в первую очередь то, что нужно использовать, а использовать нужно то, что интересно. Поэтому я надеюсь только лично на то, что вы постараетесь вот этот момент для себя понять, и если поймете для себя, то сможете донести и до ребенка. Не совершайте той же самые ошибки, что совершает, например, ваш отец, когда принижает ее, и так далее. Не нужно этого делать. Это не есть хорошо, это не есть правило. Далее, обращаю ваше внимание еще вот на какой аспект. Вы говорите о том, что когда вы ей говорите, что стыдно чего-то не знать, и она начинает плакать, вы понимаете, что любите ее. Простите, если мои слова покажутся вам придиранием, но вы понимаете, что любите ее только когда она плачет. Так получается? И если вы не понимаете, что вы ее любите, ну или, скажем, не всегда понимаете, что любите ее, то чем тогда обусловлена ваша поведенческая модель? Например, например, ее получать, если не для любви, или если не только для любви, ну как вы и сами, как вы сами это говорите, то чем тогда? Чем, зачем ее получать вам нужно? Для чего? Вопрос, который, я полагаю, вам тоже нужно для себя прояснить. Потому что вы учите ребенка по сути жизни, вы учите ребенка как надо, как правильно, но зачем? Вы говорите, что стыдно не знать. А стыдно для кого? Кто определил, что стыдно знать, что не стыдно знать? То есть сама установка вашей, сама установка отношения к образованию уже поражает выработку у ребенка определенного комплекса, не только потому, что у нее есть проблемы с развитием, например, а просто потому, что у нее другие взгляды могут быть. Да, в силу развития, да, в силу там может быть количество своих особенностей, но это ее право, это ее выбор. И если она ходит в музыкальную школу, значит, вот что-то ей нравится, и это нельзя обесценивать. Например, как она идет от того, чтобы человек занимался, например, музыкой, если она ей нравится? А что делать, если человеку, например, не интересны какие-то вещи, которые, например, интересны вам и так далее? Какие вообще интересны у ребенка, что ей вообще нравится? Не потому ли она общается с другими, скажем, детьми и младше себя только потому, что они верят в свои силы и для того, что они не соответствуют каким-нибудь вашим требованиям? Об этом стоит подумать тоже довольно серьезно. По поводу того, как ей помочь, здесь я бы сказал так, что, во-первых, у девочки должен быть четкий диагноз, именно четкий диагноз, то есть что у нее с точки происходит, какое у нее именно, какое отклонение у нее, если есть в развитии. И какие рекомендации врача могут быть даны на этот счет. Потому что, если есть какие-то отклонения, то, соответственно, эти отклонения нужно знать для того, чтобы более превентивно, как бы, использовать свою модель поведения. Потому что, например, когда человек, скажем, с обычным развитием, с обычным или нормальным, здесь слово норма употребляется в контексте общепринятой, то есть в общепринятой норме. Когда человек сталкивается с комплексами, у него одна реакция, а когда человек сталкивается с комплексами и имея особенности развития, это немножко другое. И поэтому, на мой взгляд, нужно учитывать эти особенности. В однозначном порядке ей нужно детскому психологу. Потому что именно детский психолог поможет ей выстроить доверительные отношения именно со взрослым и поможет раскрыть ее потенциал. Также, вообще, именно для нее было бы хорошо, если бы она, ну, как можно чаще общалась именно со взрослым, например, с вами. Потому что именно в рамках взаимодействия со взрослым человек может, ну, познавать какие-то свои грамки, познавать какие-то свои возможности. Тогда как сам по себе и человек далеко не всегда может это сделать. Вот я надеюсь, что данный аспект вы также будете учитывать и рассмотрите для нее возможность, например, обращения к детскому психологу, скажем так. Так. Вот. Со своей стороны, что делать вам для того, чтобы не перебивать комплексы? Ну, во-первых, старайтесь объяснять ей, почему с ней так себя ведет отец. Старайтесь объяснять ей, почему он груб с ней. Старайтесь объяснить ей, почему он так относится к ней. И объяснять это так, чтобы она понимала, что дело не в ней, а в нем. Но, с вашей стороны, поддерживайте ее всячески. Привлекайте ее в какой-то деятельности, даже если вы на расстоянии, просто рассказываете что-то, предлагаете, пусть пробует, смотрит, узнает. Но не нужно говорить таких-таких слов, которые говорите вы. Это задает противоречия вашей традиции. Понимаете, я поясню. Как вы говорите человеку, что, например, вот, вообще, так, когда я говорю, что стыдно чего-то не знать, или что ей будет тяжело в жизни, откуда вы знаете, и, кто определяет, что стыдно надо, а что нет, я об этом уже говорил. Значит, вот, когда вы говорите так, вы привыкли, как-то, и добавляете комплексов в человеку, принижаете его. Значит, вы пишите, что я переживаю за ее будущее. Так, помогите. Помогите ей хотя бы поверить в себя. Помогите ей хотя бы чувствовать, что она какие-то вещи делает правильно. Помогите ей хотя бы в этом. Вот вы делаете это, выбросы еще больше, добавляете ей комплексов в посыту. Вот. И ребенок видит, что у вас есть определенное противоречие в том, что вы делаете, в том, как вы себя ведете и как себя профессионируете. И это не добавляет у нее к вам доверия. Потому что ребенку нужна последовательная позиция, последовательная, без противоречий. У вас же эти противоречия, к сожалению, есть. Вот об этом я и хотел, чтобы вы подумали. Ну и по поводу призывания за будущее. Здесь я могу вам сказать только одно. Ну, я ваши переживания понимаю, но дальше я понимаю и то, что у нее свое будущее, и она сама выстраивает его так, как считает нужным. То, что вы можете сделать, это мягко, дружески давать ей понять то, что она ответственна. Ответственна, ответственна за то, что делает. И пытаться скоррелировать. То есть образовать у нее, грубо говоря, связь, причину следственную. Между тем, чего бы она хотела, и тем, что для этого нужно сделать. И это формируется не так, что вы ей говорите, что стыдно чего-то не знать. Это все формируется немножко по-другому. Это формируется именно в процессе доверительного, равноправного, партнерского взаимодействия, а не наставнического. Тем более, что она, скорее всего, от вас именно этого и ждет. Если любите, то принимать нужно такой, какая она есть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!